привет друзья сегодня чина распаковка у окна интересная распаковка не знаю как назову это видео но теперь я видео буду начинать с вот таких вот не рандомных комментариев внимательно прочитаем вот пользователь ты попал в интернет и попал мою распаковку парень у меня есть видео ой new l3 которая уже посмотрел 78 человек 78 тысяч человек из них адекватных 8000 70 тысяч по моему знаете какой-то ребенок расшарился и своих друзей в песочнице эти видео и вот люди которых я называю профессора который еще не достигла уровня половозрелости понимаете они приходят и учат как снимать распаковки как снимать видео как монтировать что мне нужно говорить что не нужно говорить и так далее я их всех обожаю дань неадекватов которых исправить невозможно баним остальных будем использовать вот в таких вот не рандомных комментариев комментариях перед каждым видео вот так вот человек высказался капс локом просто прокричал в интернета его его ненависти китайским аппаратом а я хочу сказать о дружбе которая сложилась у нас компанию китель ничего не решает в этой жизни ребят сколько у вас тысяч там подписчиков сотни тысяч или 50 тысяч или тысяча подписчиков все решает в этой жизни человеческие отношения вот у нас сложились хорошие отношения с компанией okitel и ребята мне прислали на обзор новый аппарат okitel к 4000 light мимо меня как-то прошла основная версия к 4000 и 6000 6000 про к 4000 провод и челом отправили 30 июля мне отправили 1 августа уже была данная посылка офисе де чель в алма-те в казахстане и хейс 1 августа мне она шла сегодня 4 4 августа то есть из китая из гонконга быстрее прилетела чем из алматы ко мне в город все посылки у нас вот через алматы идут здесь еще вот это бумаги но он их потом разберемся новинка только-только начали отправлять в торговой организации покупателям они вряд ли еще даже даже собираются их отправлять возможно тестируют я не знаю честно говоря не уточнял это сэмпл это готовый образец сейчас все с вами увидим одними из первых наверное в интернете мы посмотрим как все это выглядит ну вот розовый оранжевый точнее цвет пустая коробка хорошая упаковка дичел я не знаю ребят вот из россии из украины интересно ваш опыт работы с дичел у вас тоже такие проблемы то есть приходит к вам отправление вам нужно еще доплатить за услуги брокера чтобы вот за вас там расторможили эту посылку даже несмотря на то что она в одном экземпляре и несмотря на том что не на несмотря на то что это не коммерческий образец это не предпринимательская деятельность вы физическое лицо и так у нас нужно доплачивать в общем брокеру и так аппарат 5 дюймовый 12 мегапикселей основная камера автофокус две сим-карты поддержка 4g здесь стоит процессор мт6735 вот так вот характеристики что вам было тоже видно все 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 необходимые датчики присутствуют аккумулятор на 4000 мили ампер это мы все потестим и посмотрим вот так вот выглядит коробка цвет золотой отличие кстати одно из отличий версии к 4000 light от прародительницы к 4000 которая стала хитом это то что здесь появился новый цвет золотой ранее был только белый и черный цвета так вот здесь вот находится аппарат но видимо это уже готовый образец то есть продажный аппарат что будет в продаже зарядное устройство с европейской вилкой на один ампер все стандартно очень короткий шнур удивительно и здесь еще есть вот такая вот полиграфия и гарантийник так шнур не брендированный кому это интересно штекер обычно все больше не с ничего нету если кто-то думает что окитель заказывает рекламу на каналах где 2000 подписчиков ребята вы очень наивный человек никакой рекламы здесь нет и вообще китайцам по большому счету особенно производителям это не магазин это производитель отправил им по большому счету что вы будете говорить об их аппарате наверное все-таки безразличным главное чтобы говорили чтобы покупатели люди которые покупают китайские смартфоны узнавали о них побольше смотрите матовый силиконовый видимо он будет идти в комплекте я думаю это вот окончательно вариант который пойдет в продажу это не предпродажный образец хотя вот здесь вот тестировали я наверно вставлю видео как тестировали этот экран да на прочность проверяли посмотрим металл металлический каркас вот так вот все это выглядит 5 дюйма все-таки удобно он он довольно тяжелый сейчас мы взвесим здесь вот есть какая-то царапина надеюсь к вам когда придут когда вы приобретете этот аппарат к вам без царапин придут так снимем сразу так здесь по моему знаете вот это есть по моему окончательная пленка так сейчас пленка разберемся да вот смотрите здесь осторожнее кстати когда будет снимать вот я видите уже испортир вот под транспортировочной пленкой есть очень плотно наклеенная защитная пленка пока не буду ее убирать вот так вот она выглядит ну здесь я не знаю ребята я не держал в руках окитель к 4000 кто держал вы можете посмотреть что-либо изменилось по дизайну по расположению элементов управления и так далее очень интересно сделан силиконовый чехол он видите вот вот необычно матовая так ну и откроем посмотрим что здесь выемка и специально вот ногтей нет к сожалению так сейчас ребят поставлю на паузу продолжим ребят вот поэтому обзорщиков должны быть хоть какие-то ногти потому что иначе вы просто сорвете себе пальцы все я с помощью карты кредитной карты пришлось открыть вот этот вот отщелкнуть здесь очень плотно очень плотно сидит крышка посмотрите здесь просто нереально ее снять потому что надо сделать быстро и на камеру так вот так вот все это выглядит под крышкой смотри сколько защелок так аккумулятор съемный на 4000 миллиампер вот его данный кому интересно сейчас все взвесим динамик ну в этот тестовый видимо образец все таки поэтому он не нет такой вот ощущение прям новый новый две сим карты формата микросим микросим и карта памяти вот так вот необычно вставляется однодиодная вспышка и все больше ничего здесь интересного нет есть небольшой люфт есть небольшой люфт люфт клавиш так это моя собака зевает вес аккумулятора 68 грамм убираем защитную пленку с аккумулятора и еще раз повторяю кто первый раз смотр мои видео ребят обязательно нужно чистить убирать клей с контактов вес смартфона с аккумулятором 210 грамм так запустим запустим аппарат и пока он запускается посмотрим элементы которые расположены на лицевой части во первых стекло здесь имеет закругление 25 д но из-за вот этих вот бортиков как это часто бывает на китайских смартфонах она не очень хорошо ощущается потому что из-за бортиков палец постоянно так вот касается но закругление здесь есть так здесь имеются датчики очень хорошо сделана решетка разговорного динамика не будет собираться пыль фронтальная камера и смотрите какие рамки черные очень большие рамки не очень красиво так android 5 1 судя по всему не шестой android здесь но сейчас проверим по крайней мере меню запуска вот такое на казахском по традиции запустим а потом переключим на русский язык так ребята я сразу подключаю своему аккаунту чтобы провести тесты необходимые и проверить мультитач работать gps и провести антуду бенчморк забавно смартфон мне предлагает аккаунт предлагает восстановить сохраненные копии смотри сколько смартфонов было на на тесте и вот я могу из любого восстановиться очень удобная вещь в андроиде сейчас появилась и привет смотрите что нас здесь встречает это новая новый лаунчер который ставит окитель на свои аппараты сейчас я вам покажу что это очень напоминает вот смотрите внимательно не правда ли очень похоже к сожалению вот здесь видите здесь есть такие вещи когда как будто проваливаются плитки здесь такого нет здесь просто переходит что ли иное приложение но как бы общее направление работы людей создававших этот лаунчер понятно на самом деле я думаю здесь идея была очень простая для людей может быть который плохо видят для пожилых людей или для детей сделать иконки максимально большими здесь можно добавить видите телефон мамы папы брата сестры дяди бабушки дедушки и так далее чтобы легко было набирать то есть из этого режима естественно можно выйти в обычный режим посмотрим настройки прошивка мультиязычная что неудивительно ребята вот сразу бросается в глаза что то что здесь немножко ухудшили характеристики смартфона по сравнению с со старшей моделью окитель к 4000 здесь уменьшили разрешение экрана здесь не айзи здесь q айзи q которая с маленькой буквы киу в настройках экрана есть как видите адаптивная регулировка это говорит о том что присутствует датчик освещенности запас громкости чуть выше среднего кстати вот так вот выглядит шторка быстрого быстрого запуска приложений тех или иных функций данные по памяти устройства 16 гигабайт встроенной 2 гигабайта оперативной из 16 гигабайт доступно 11 и 9 гигабайт все остальное забрано под нужды системы и предустановленный софт предустановленные сторонние приложения работающие приложения как вы видите сколько свободно из коробки оперативной памяти и посмотрим как у нас там в кэше в кэше вот такая вот ситуация вот как называется предустановлен предустановленные десктоп в меню имеются когда ты выходишь из-за раздела настроек увидите здесь есть непереведенные значки китайский иероглиф видимо включить отключить вот в этом в этой версии упрощенного меню и заглянем в данные о телефоне версия android память разрешение экрана 960 на 540 это тот самый пресловутый q hd экран версия прошивки возможно это не финальная версия прошивки возможно возможно когда вы купите этот смартфон и вам придет он уже с другой версии прошивки нежели вот у меня производителям заявлялось на различных рекламных рендерах поддержка работы с от g с от g и как видите она здесь имеется кстати ребят кого напрягает данный лаунчер и кому он не нужен из него можно очень просто выйти вот здесь вот есть иконка классический лаунчер нажимаете на нее и вуаля обычный лаунчер от улки тель с их вот этими вот закругленными по краям иконками в диспетчере файлов видим что внешне и usb накопитель имеется проверил обновление по как видите новое обновление уже доступно к скачиванию обязательно скачаем и установим а дальше тесты и так ребят продолжаем знакомство с этим новым смартфоном новым на рынке смартфонам покетель к 4000 light я обновил прошивку теперь версия прошивки о 26 июля 2016 года напоминаю что процессор построен на чипе mt6735 это не самый производительный чип это бюджетный чип с поддержкой работы в сетях 4g lte результаты в антуту бенчмарк это безусловно не игровой смартфон и не игровое решение естественно как я в последнее время делаю проверил систему доктором вебом на наличие вирусов и угроз как видите угроз не обнаружено результаты в эпик цитадель на ультравысоких настройках результаты в эпик цитадель смартфон под нагрузкой то есть скачивалась куча приложений на высоких настройках чуть выше fps естественно я проверил работу gps по всем источникам первый запуск в принципе быстро нашли нашел четыре спутника к четырём подканная приконнектился точность позиционирования в принципе нормальная 8 метров для этого чипа это характерно он не идеально работает например чип 6753 вот там если поддержкой глонас и он очень хорошо работает я неоднократно проводил тесты на том чипе тот чип конечно более производительной и gps там ситуация лучше но здесь ситуация лучше чем на мт6580 на бюджетном четырех ядерном процессоре здесь напомню эти 64 битный процессор стоит режим в полете отключены все мобильные связь мобильная связь мобильный интернет отключен вай фай и как вы видите в таком режиме 10 спутников в другом gps тестере я провел для чистоты так сказать эксперимента 10 спутников он увидел к 6 приконнектился точность позиционирования 17 разделить на 3 здесь футах смартфоне смартфоне присутствуют все необходимые датчики датчик освещенности акселерометр и датчик приближения смотрите он здесь срабатывает на расстоянии написано с 5 сантиметров не один как на обычных бюджетных смартфонах так все вот необходимые датчики имеются по мультитачу тоже ситуация хорошая мультитач на 5 полноценных касаний так что здесь тоже все нормально с мультитачем все хорошо и заглянем в программу цепь у z максимальная как вид частота процессора здесь видимо урезанный он до 1 гигагерца вот вот такие вот данные не очень высокая плотность сокращение разрешения экрана уменьшение разрешения экрана единственное единственный положительный момент скажется на энергоэффективности естественно HD экраны QHD экран потребляют разное количество энергии я думаю что с энергоэффективностью здесь ситуация будет получше чем в K4000 но мы это потестим попробуем посмотрим сколько заливается в этот аккумулятор с каким вольтажом с какими амперами в общем это все проверим это отдельно видимо в отдельном видео все это я покажу и расскажу по поводу плавности работы интерфейса здесь все нормально но в принципе у Китель с этим никогда особых проблем не было в ходе эксплуатации уже все будет видно слабые и сильные стороны данного девайса как обычно Stage-Fried Detector на десерт и лишь одна критическая угроза в самом ПО обнаружено напоминает это не говорит о том что здесь есть какие-то вирусы это говорит об уязвимости самой программного обеспечения установлено на данном девайсе на данной версии Android например на 6 версии Android намного больше проблем всегда эта программа выявляет так вот так вот выглядит смартфон характерная особенность MT6735 он греется вот при нагрузках греется здесь металлическая рама и нагрев ощущается очень явственно так сказать нет подсветки прокрашенные сенсорные клавиши управления меню домой и назад все вот в целом впечатления смартфоне неплохие но уже в ходе эксплуатации мы все это посмотрим проверим сравним первые впечатления и так сказать впечатления к окончательному обзору которые будут сформированы и последние ребята небольшой челлендж ну как небольшой ну в рамках моего канала моей группы большой челлендж так как этот смартфон получен от производителя и мы должны сделать то что я например всегда хотел сделать когда видел вот эти вот ролики да вот эти вот ролики где забивают гвозди разбивают орехи и так далее и так далее вот правда это или нет давайте ребят сделаем так на канале 2000 подписчиков но просмотров в среднем их обзоров видео распаковок и так далее более 5000 поэтому 500 лайков если вот это видео получает 500 лайков то в течение месяца то есть 4 сентября подведем итоги 4 сентября будет 500 лайков и я провожу краш тест данного аппарата то есть мы будем колоть орехи забивать гвозди бить по нему молотком и так далее вот все что там делали китайцы с ним в своих рекламных роликах мы все 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 это повторим и так 500 лайков либо 250 репостов записи которая будет размещена под этим видео записи в группе вконтакте я размещу запись она будет закреплена на верхней странице вот 250 репостов в течение месяца этой записи либо 500 лайков данного видео и мы проводим полноценный краш тест если даже если будет более 500 лайков я просто вот я живу на четвертом этаже и мы сымитируем такой момент я вот с четвертого этажа брошу на асфальт данный аппарат и посмотрим вот в этом чехле и посмотрим вот какие какой урон это ему принесет выдержит ли он потому что здесь производитель заявляет что бронебойное просто стекло оно выдержит все то есть вот и проверим выдержит оно все вот эти вот все испытания которыми в рекламных роликах подвергается подвергался данный аппарат и ничего ему не не случилось с ним ничего никаких серьезных проблем с экраном не было вот все это мы проверим 500 лайков либо 250 репостов в течение месяца данного видео или той записи которая ссылка на которую будет под данным роликом все ребят спасибо вот такое вот было знакомство первое по моему вообще в ютубе на сегодняшнюю дату с вот этим аппаратом новым аппаратом от компании о китель к 4000 версия light золотого цвета удачи ребят